Меня зовут Лисан. Я работаю в этой компании уже второй год. Работу свою очень люблю, компанию тоже очень люблю. И вас к этому призываю, потому что действительно хорошая компания у нас в Кадо. Вы, наверное, заметили, какие сейчас салоны стали по сравнению с Тишинкой. То есть, немного такие комфортные, удобные, и выборы, я считаю, замечательные. Я посещаю много салонов, много шоу-гумов в связи своей работы. И каждый раз, как по природе декоратор, очень много интересуюсь другим ассортиментом. И все-таки по сравнению могу выделить это преимущество нашего салона в том, что очень здесь продуманный ассортимент. Здесь очень неоднотипный. Вы здесь найдете ретро-стиль, и арт-деко, и классику. Очень такой разный. Наверное, все-таки это знаете, почему сложилось. Вы видите, у нас какая большая команда менеджеров и бренд-менеджеров. У нас сколько человек? Человек-ше 7, да, бренд-менеджер. И все они абсолютно разные. И по этой причине, наверное, у нас сложилось, что ассортимент у нас абсолютно разный. И это на руку нашим дизайнерам-декораторам. А бывает, что иногда в компании работают только два закупщика или один закупщик, и у него какой-то свой вкус, да, и он собирает все такое однотипное. И вот в этом, я считаю, что наше преимущество в сравнении с другими. Пользуйтесь этим. Ну, сейчас я бы хотела пару слов о вас, потому что хотелось бы знать, с кем я разговариваю. Вот я Наталью знаю, кем я разговариваю. Ой, Машу. Машу, конкурсовую Наталью, я буду второй, да? Да, у нас наконец-то ждет. Извините, вас? Катерина. Катерина. Как? Инмарт. Инмарт. А вы? То же самое. Вместе, да. То же самое, что я вас помню, да, вас помню. А вы? Любовь. Текстильное оформление. Текстильное оформление декоратора, да? И у нас вот у Ольги, в принципе, знаете, она у нас всегда шоурум, если что, вы до нас не можете дозвонить, есть у нас. Настя – маркетолог у нас, Мария – менеджер регионального отдела, Марина – руководитель регионального отдела. Ольга у нас это, ну, я не знаю, могу сказать, мамой назвать. Папой у нас два, а потом мама. Че, еще малоразка? Малоразка. Вот это человек, который, вот ты когда наступаешь порог в Кадо, да, она тебя встречает, и сопровождаю до тех пор, пока не умудрешься здесь ходить. Ну, как еще можно ее назвать? Ну, хорошо, перейдем к теме наше. Тема у нас сегодня, на самом деле, для меня очень интересная. Я думаю, что для вас тоже она интересна, потому что вы сегодня все собрались. Это «Экзотический мир Востока. Неофельм. Часть нашего вопроса. История появления Шануазей». Почему я разделила на две части эту тему? Потому что, на самом деле, в первой части «Экзотический мир Востока», неотъемлемая часть нашего вкуса, она действительно неотъемлемая, потому что все мы это любим, на самом деле. Пусть там не 100%, но у всех есть, да, к Востоку. Вы не тянете все равно. Чтобы можно было продолжить эту тему. Она очень... Это, как, знаете, есть такой у нас сказочный на среде, да, который бесконечно может рассказывать. Поэтому здесь можно еще изучить и марокканский стиль, который совсем другой, действительно очень такой эзотичный. Можно арабский стиль, можно японский. Кстати, японский просто очень интересный. И это все бесконечно. Можно... Ну, африканский я туда не буду добавлять. Все-таки есть уже этническая сторона, хотя есть тут тоже часть Востока. Вот, что касается Марокко, если... Сегодня мы как раз посмотрим, как же... Почему вообще китайский стиль проник к нам? И почему мы его начали в Шумуазри называть? Почему не китайский стиль? Вот. Ну, начнем, наверное, с того, что был у нас человек, вот, который все-таки, наверное, сделал первый шаг к тому, что у нас появился этот стиль. Вот, в 12-м году уже в Европе такие были слухи. Есть такая страна, сказочная, экзотичная, красивая, таинственная. Там, что бывает, люди с животными головами, какие-то птицы, которые с ростом человека. То есть это было настолько... Слухи ходили, то есть и каждый, видимо, добавлял еще что-то туда, не зная обо всем. И все уже стали так заинтересованы, хотели все туда попасть. Попасть, действительно, было в эту страну очень непросто. Во-первых, страна была закрыта. Почему она была закрыта? В 12-м году, вы, наверное, знаете, что был монгольский захват многих стран, в том числе и Китая. И превратившись в монгольскую империю, всю эту территорию, вся территория закрылась. Вот. И у них, так как много было, очень много своего хорошего, вот, они просто-напросто не давали, да, другим это узнать. Тот же китайский шелк, историю вы, наверное, узнаете. Марко Поло. Кто же он такой? Вы, наверное, слышали. Очень много брендов под его именем, скажем, знаменитых таких. Это, на самом деле, сын Никола Пола. В начале 12-го года Никола Пола, итальянец, точнее, венецианец, со своим братом Мафео Полом решили все-таки постичь Китай. Они, по следам других путешественников, которые возвращались или ни с чем, или вообще не возвращались, они, зная это, все-таки решили рискнуть. Никола Пола, Мафео Пола очень хорошо знали географию по тем меркам. И вот они постигали все-таки Китары, и так получилось, что обратно они не смогли вернуться, остались там. И у Никола Пола появился там сын, Марко Пола. Ну, как появился, это история манкивает. Вот от кого, от китаянки. Но, получается, они панадцы итальянцы. Марко Пола возвращается обратно в Италию через 20 лет, уже стал возникнуть взрослым. И он все эти 20 лет честно служил монгольскому хаму. И, конечно же, он общался с ними. И через несколько лет он пишет свою первую книгу, когда еще не называлась книга, а просто записи. И записи назывался книга. Слово. И он там рассказывал все, что видел в Китае. Так как он был ребенком, еще только рослым, видел совсем по-другому мир, в его рассказах нужно было увидеть, что в этой чудесной стране есть люди, которые без головы ходят. То есть до сих пор они не могут понять, о чем я тут говорил. Есть люди, у которых оленьи головы. Что птицы ходят ростом человека. Возможно, это правда было по тем временам. И вот такие вещи. Но его книга – это первый источник, через который узнал Европа вообще о Китае. О существовании такого сказочного мира. После Марка Пола, вот я хотела бы обратить вас внимание. Вы прочитали, давайте отправимся в Катай, чтобы узнать о его богатстве и величии. Вчера у нас случайно, он с чем увидел это слово, он говорит, у вас, по-моему, ошибка есть в слове «катай». На самом деле, это никакая не ошибка. Действительно, в Европе до 17 века Китай назывался Катай. Это история. Ну, давайте тогда дальше. И я хотела бы показать. Вот посмотрите. Видите картину, да? На самом деле, картины, они появились тоже от одного источника. Дальше я вам расскажу, кто их рисовал. Посмотрите, на лодочке у них слоны, верблюды, как все скажет, что они торгуют. Ну, то есть, это было действительно большое судоходы. Наверное, действительно они торговали слонами, возможно. И у нас вот есть обои. Называется Марка Пола. Прошу вас обратить внимание. Все это схематически изображено. Дальше тоже мы знаем, почему это так получается. Вот видите, он тут разговаривает с разными людьми, общается в Монголии. И сам он уже выглядит, как монголец. Хотя, если посмотреть исторические какие-то портреты и гравюры, то он больше итальянец. Ну, в данном случае, все это как-то сказочное. Вот. По его рассказам, примерно, вот такие сюжеты были. Эти обои вы можете, кстати, увидеть в коллекции, которая у нас уже давно работает, и пока не собираются снимать. Тихаус. Чайный дом. Это компания типа американские обои. Вот. И сейчас бы я хотела вот пару слов об истории, как все происходило. Про Монголию я вам так сказала. И в начале 14 века вообще путешествий очень много было в Китае. Многие хотели все это постичь эту страну сказочную, заключить торговые отношения, вывозить оттуда красивые, ценные вещи, о которых рассказывалось в книгах тех людей, кто оттуда приехал. И Италия пытался Папа Римский переговоры, и все это Папа Римский даже предлагал хану принять крещение. На что как бы хану. Ну, в истории сказано, что адекватно ответил. Папа Римский переговоров, никаких не было там поздней. И португальцы пытались очень много попасть сюда, и англичане пытались попасть, и голландцы пытались попасть. Все хотели заключить с ними дружеские отношения. И вот в начале 14 века француз, он монарх, Адорин, наверное, или Адорин, наверное, правильнее будет, потому что он француз. Он тоже все-таки постиг Китая. И вот по его рассказам мы знаем о китаянках, которые перебинтовывали свои ноги, чтобы иметь миниатюрные, красивые ножки. То есть это Адорин первый раз рассказал об этом Европе. И по его рассказам же мы знаем о том, что мандарины отращивали себе ногти невероятной длины. На самом деле могу поделиться картинкой, хотя она как бы является отступлением. От нашей темы, но я думаю, что все-таки касается китайского стиля, видите, это на самом деле мандарин. Мандарины называли министров, или то есть людей высоких чинов. И чем у тебя были длиннее ногти, тем ты считался человеком белым, высшим чином. И это было очень красиво. Они были разной росписью, из сплавов металлов каких-то с драгоценными камнями. Чем ногти были дороже, тем считалось, что человек богаче. Но, конечно же, это было плюсом для тех девушек, которые, скажем, были не из состоятельных семей. И не могли, в связи с тем, что много затирали, работать, не могли себе позволить ногти. И они воспользовались этим, эти ногти. Я думаю, что все-таки накладные ногти, они тоже к нам пришли из Китая. Ну, хороший выбор. Хотя здесь не имело значения мужчина или женщина. У тебя должны были быть такие ногти. И вот буквально я вам покажу, как они выглядят. Похоже немножко на наши накладные ногти. Это изолита. Вот. И дальше посмотрим. И от него же мы узнали о том, что в Китае учит бакланов рыбу ловить. Бакланы на самом деле это большие птицы, которые не питаются рыбами. И их намучили тоже в Китае ловить. Вот. По таким сказкам на самом деле потихоньку в Европе устанавливался китайский, такой создавался китайский стиль. Сейчас саму секундочку. Откроем. Нужно. И дальше у нас в середине 14 века появляется книга англичанина Сэра Джона Мандевилля «Путешествия». Тоже он рассказывает много разных фактов. Хотя в его книге очень много неправды, как говорят сейчас ученые. Но это было связано с тем, что многие путешественники просто-напросто не доходили до нужного места. И чтобы не опозориться перед остальными, что они делали? Они изучали записи тех, кто доходил, или примерно изменив, рассказывали немножко в другом смысле сегодня. И дальше вот в конце 14 века монгольская империя распадается, и на этом прекращаются отношения с Китаем. Она прекращается, и вплоть до 15 века, когда у нас в Аспадагапа открывает Кальпуду в Индии, да, и новый морской путь. Это вы уже, наверное, с пятого класса в курсе географии знаете. Начинается новое отношение в Индию. Индия для них тоже была сказочной страной Китаем, в которой они думали тоже, что это схожая. Дальше. В начале 16 века начинаются отношения с Индией, а через Индию уже в Китай потихоньку проникают. И в начале 16 века налаживаются отношения португальцев с китайцами. Они все-таки договариваются, что в другом городе, многие, может, там уже были, да, все-таки это место сейчас посещаемое, они там, португальцы обосновываются, налаживают отношения с китайцами, хотя Китай не входит в торговые отношения тогда с португальцами. И Китай и Япония начинают между собой очень такую сильную торговлю. И, конечно же, так как город Го принадлежит португальцам, они были вязаны. И начинают потихоньку себе много китайских и японских товаров по себе забирать. И Лиссабон становится одним из самых таких дорогих исторических городов по истории. Здравствуйте. Проходите. И что же у нас еще интереснее происходит? Конечно... Опа, потихонечку. Это хороший день. Я уже там распаду. Осталось телефон. Вот. В это время смотрят, как португальцы дружат с китайцами, остальные европейцы что начинают? Ну, конечно, завидовать этому. И хотят все тоже наладить отношения. Первым на это дело идет Англия. На самом деле, если правильно сказать, Англия – это, наверное, первая страна, кто создает китайский стиль. Хотя, на самом деле, у нас многие почему-то думают, что это Франция. Франция – последняя страна, кто вообще связан с Китаем отношил. Вот, в 18 веке только. Они... Есть такая компания, Остинская компания, морская держава. Про эту компанию все должны тоже знать, потому что очень много всяких брендов тоже с названием Остинская компания. Вот, Алиса, наверное, правильно по-английски скажет, да? Я, честно говоря, уже что-то так уэстер, что-то так и называлась эта компания. И организовывается эта компания как? Елизавета Первая, она видит, что португальцы начинают возить товар, о котором мечтают все европейцы. Она говорит, хорошо, я разрешаю грабить сюда. Грабите. То есть все привозите к нам. Что делать? На самом деле все это начинается грабеж, привозится в Англию, все это просто делится, не продается, просто по-братски делится. А потом она говорит, я заявляю о монополии на индийские товары. То есть она Остинскую компанию делает монополистическое такое, разрешает делать все. Конечно же, что тут начинается? Вот почему это я вам рассказываю, интересен тем, что они начинают делать. Из Китая они не вывозят уже товар, потому что вы понимаете, когда торговая компания организовывается, он не может не всегда свое качество держать на высоком уровне, а денег хочется зарабатывать. Что они делают? Они начинают привлекать индийцев, делают товары с китайским вкусом. Вот здесь и появляется потихоньку начало такого стиля Шенуазри. Это не настоящий китайский товар. Что они начинают делать? Вот единственное, что они могли. Фарфор они не могли делать. Вот это они не могли копить. К сожалению, до 18 века в Европе фарфора не было. Они начинают лаковые изделия. Лаковые изделия будут отличаться тем, что они не будут блестеть, как китайские лаковые шермы, допустим, лаковые посуды. Потому что лак из Китая вывозить, это было очень сложно по тем временам. А уж рисовать, как они расписывают. Вы вот видите, да, кисточку китайскую. Это было очень сложно, тонкие вещи. Вот в данном случае это Европа. Рисунок из Европы, из европейской фабрики. И они не могли копировать. И вещи получались не китайские, а просто с китайским вкусом. Да, с китайским вкусом. Как у нас рассказывали в книжке, я читала, что они начали изображать фениксов, падающих фениксов, собак, пионы, сливы. Еще они изображали журавлей. И все они видели это в китайских товарах, которые у них когда-то попадали из Португалии. Сами они ничего это не умели рисовать, приблизительно, то есть с китайским вкусом. И, к сожалению, сегодня на рынке нельзя увидеть, вот, в следующей страничке, видите, вот товары китайские, антикварные, я вам скажу. Это товары 14 века, средневековые есть, товары 15, 16, 17, 18 века. Здесь нет ни одного предмета, который сделался бы в Китае. Чем же их привлекал такой стиль? Во-первых, вот этой сказочностью, богатой, роскошной. Все вещи были такие интересные, видите, цветы. Тогда еще такого, особенно вот средневека, 13-14 года, в Европе, понимаете, да, замки, эти вот эти все, скажем, тусклые рассветки, тяжелые цвета. То есть это было, для них вообще, это как лучик солнца, вся красота, как сказка, кругой мир. И вот, пожалуйста, сурчик в китайском изделии, видите, они рисуют рыболова с клювом. Видите, голова с клювом. То есть это вот по рассказам Марка Пола, на самом деле, изображения неточные. Дальше вы видите вот путешествие Марка Пола, это очень старинные обои антикварные. Тоже все так сказочно нарисовано. Дальше вот видите шкафчик в китайском стиле лакированный. И очень богатым таким, скажем, как правильно подобрать это слово, резным орнаментом. Это вот ткань, по-моему, даже ткань 14 века, которую воссоздавали в Италии. Дальше вы видите вот фарфор в китайском стиле. Это обои и дальше идет у нас, скажем, кжель, но керамика, да? У них, конечно, такой фарфор. Зеркала в китайском стиле и тумбочка. Скажите, пожалуйста, вот данная тумбочка какой стиль вам напоминает? Кроме китайского. Рококо. Рококо. Вам напоминает? Людовика. А, Людовика. Людовика, да? Ну, вот рококо. Потому что все-таки, да, Людовик, потому что он, вообще, Людовик, он работал, не то что работал, очень любил китайский стиль. Если вот вперед чуть-чуть мы все-таки пробежимся, да, видите, мадам де Монте-спа. Вот, знаете, кто она? Любовница. Любовница, фаворитка. Фаворитка Людовика, да, короля солнца. Вот, самая любимая женщина в его жизни. Она действительно была очень красивая, капризная такая, но очень умная, хитрая, мудрая женщина была. Она сумела в течение 20 лет быть фавориткой короля. Это, я считаю, для короля это очень важный срок, быть фавориткой все это время. Родила пяти внебрачных детей. Одного из них все-таки потом дали сам одному сыну. Он, по-моему, Менский назывался, сына. И вот для мадам Монте-спа Людовика, что же он построил? В Китае был легендарный восьмое чудо-свет. Это фарфоровая башня. Возможно, вы кто-нибудь слышали эту башню. Я не слышала? Башенька, она просуществовала очень долго. На самом деле она была фарфоровая. Была покрыта полностью из росов, из фарфоров. Очень красивая башня была. Днем она вся цвенкала, такая вся была белоснежная, голубоватая была. Вечером, ночью освещали несколько тысяч фонарей. Это было действительно восьмым чудом света. К сожалению, кто сегодня имеет визу в Китае, эту башню никогда не увидит уже. К сожалению. Башня пережила многие природные стихии. Даже во время землетрясения в Китае и в этот рост у них разбились три этажа. Но все остальное осталось, все восстановили. Но во время народного ополчения в Китае, вы сами понимаете, да, что народ, если они там покупают, наверное, такое устраивают. Они все-таки снесли эту башню, потому что во время этих мостаний, она использовалась как смотровая, они его просто снесли, как и многие другие башни. И очень жалко, из-за, скажем, невежества человечеству потерялся такой, скажем, не предмет, а восьмое чудо света. Почему я об этой башне не рассказала? Эта башня была, на самом деле, прототипом вот этой башни. Это парфоровая башня. Башня Трианон называется. Был построен специально для мадам Мутас Пару. Для таких встреч, интимных, тет-а-тет с Людовиком, королем солнца. Так как она была очень капризная, она себе требовала отношения такого самого большого внимания. Если ювелирные изделия только дорогие, если у нее строили какой-то дворец, или как-то Людовик построил шикарный дворец. И тогда она сказала, боже мой, это же дом для оперной певицы, что ты не построил. Тут же разобрали в течение какого-то короткого срока дворец и построили дворец, который отличался тем, что был два раза больше, чем дворец Марии Терезы, то есть супруги Людовика. И данная башня была примечательна тем, что она была в китайском стиле. Видите, у нее какие красивые изразцы из керамики. Вазы на самом деле были использованы вазы в китайском стиле. Но привозить из Китая это было практически невозможно для такого, скажем, дворца небольшого. И поэтому все это делалось в Голландии, на, скажем, мануфактуре керамики. Внутри обязательно у нее декорировано было все в китайском стиле. Очень много было лака, очень много было фарфора. Специально для нее вот такой триамон построил. К сожалению, мы тоже не можем сегодня посмотреть этот триамон. Потому что спустя 20 лет прекрасных отношений с Людовиком, у них отношения портятся. Вы, наверное, помните про опал и про яд. По истории, наверное, слышали, его пытались убить, Людовика. И в этом, конечно, была обвинена сама мадаму Деманг-Киспан. И от злости Людовик просто решил снести. Это была одна из причин. Потому что ему было очень обидно, он очень любил эту женщину. Он просто снес. Но вторая причина была такая, что керамика, которая производилась в Голландии, к сожалению, она была в те времена произведена такая, что какие-то перепады температуры, она просто-напросто никак не могла повысить. И пошли трещины по всему зданию. Может быть, это была основной причиной, а возможно, основной причиной был разлад отношений с Монте-Спаном. Вот, в общем, это вот про фарфоровый триамон. Почему о нем я заговорила? Людовик был одним из правильного, что Любовь сказала. Он был привержен сам китайского стиля. Он обожал этот стиль. Очень много предметов интерьера использовал в этом стиле у себя во дворце. Дальше, что предметы мы посмотрели с вами здесь. И хотела бы вам рассказать про Марию Медичи. Вы ее тоже знаете, наверное, да? Она дочка немало знаменитого человека итальянского. Дом Медичи, наверное, все слышали. Все-таки тут есть дизайнеры, декораторы. Это один из самых знаменитых домов в Италии. И можно посмотреть сегодня, посетить этот дом. Он один из богатых домов. Они имели разные бизнесы. И в том числе и дизайнерская одежда, дизайнерская обувь, парфюм. Очень много любых направлений у Медичи. Вот, она была дочкой, которая вышла за французского короля замуж. Она очень долго была королевой Франции. Марии Медичи. И она тоже очень сильно увлеклась китайским стилем этим роскошным. Что даже в своем дворце, в Лубре, открыла лавку. Открыла лавку и начала там продавать какие-то китайские вещишки. Но нужно понимать, что привозить из Китая это было невыгодно. Во-первых, это было очень сложно по тем не обустроенным отношениям. Во-вторых, это было дорого. И что он предлагает всем французским краснодеревщикам, которые работали при дворце. Он говорит, я вам разрешаю делать предметы искусства по моему заказу в китайском вкусе. И тут начинаются и лаковые изделия, и какие-то другие, например, мебель, вазы какие-то, ткани, обои рисовались. Не только краснодеревщики, то есть все мастера, которые были при дворце. И в этот период создавалось очень-очень много предметов интерьера. Возможно, в том числе и есть что-то из ее заказов. И что же здесь получается? Все начинается искажаться очень сильно. Любой рисунок, любой сюжет, лаковые изделия, все они начинают очень сильно искажаться. И стиль, который у нас назывался китайский, он превращается в шин.